Зима поистине сказочное время года. Огни по всему городу, снежные сугробы и катание с горок. Все бы хорошо, однако в это время особенно важно регулярно следить за состоянием дорог, улиц и других общественных территорий. Вывоз снега и его утилизация не прихоть, а необходимость. Во многих регионах России обильные снегопады это обычное явление, а это значит, что после каждой уборки остаются огромные сугробы, которые со временем только продолжают расти. Часто пешеходы и автомобилисты берут ситуацию в свои руки. Однако куча снега довольно быстро под своим собственным весом уплотняются и смерзаются, а после превращаются в настоящие глыбы льда. В этом случае убирать их намного сложнее. Утилизацию снега следует считать важной частью работы по благоустройству города, потому что иначе снег после снегопадов, а иногда это бывает, они очень обильные, до 5-7 снегопадов в году в таких крупных. Вот после снегопадов затрудняется проезд автомашин, проезд во дворы, ну и соответственно это может привести к аварийным ситуациям. Очень важно не только вовремя вывозить снег, но и отвозить его в определенные места, а не просто в какой-нибудь обрак или водоем. Ведь снежный покров, особенно в городах, содержит в себе множество вредных химических веществ. Снег тает, а после в виде воды идет нарушение полей и попадает в систему водоснабжения. Поэтому бесконтрольное таяние снега может привести к печальным последствиям, нарушению экологии и соответственно причинению вреда нашему здоровью. Снег в городах накапливает определенное количество загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, с дорог. Это могут быть тяжелые металлы, бензопирен, нефтепродукты, различные окислы, взвешенные вещества. Поэтому естественно вот мы даже видим иногда, что снег внешне загрязненный. Соответственно его надо убирать, утилизировать. Куда убирать, какой способ можно считать экологичным, это всегда такой большой вопрос. Часто наблюдаются случаи, когда, например, снег выбрасывают в пойму рек, в пойму озер, на берега или даже на саму водную акваторию, считая, что вот эта вода дойдет. Конечно, поступление чистого снега водоема с территории города, к примеру, или относительно чистого, это важная составляющая, кстати, пополнения водных объектов, но сбрасывать туда загрязненный снег с дорог ни в коем случае не следует. К экологичным способам утилизации сугробов можно отнести поступление снега на пустыри, которые не используются, где впоследствии можно провести рекультивацию почвы. А также снегоплавильные пункты. На территории Казани действует 10 временных мест складирования снега, откуда его вывозят, а затем утилизируют на 7 снегоплавильных пунктах. В районах республики также предусмотрены временные хранилища. С начала 2023 года с улиц Казани вывезли 72 тысячи тонн снега. Работа дорожных служб в дни проведения новогодних праздников была организована в круглосуточном штатном режиме. Для обеспечения безопасности дорожных движений выполнялись противогололедная обработка дорог и тротуаров, а также работы по вывозу снега. Всего с начала сезона вывезено 481 тысяча тонн снега, в том числе в январе 72 тысячи тонн. Особое внимание было уделено очистке пешеходных тротуаров, подземных и надземных переходам, подземным подъездным дорогам к елочным городкам. На содержание тротуаров и остановочных площадок работало более 60 единиц техники малой механизации и 500 дорожных рабочих. Как бы это ни казалось удивительным, но снег действительно играет огромную роль в экологической составляющей нашей планеты. Он влияет на климат, процессы почвообразования, а также на состояние растений и жизнь животных. Поэтому грамотная утилизация снега – забота каждого человека. Карина Саяхова, Универньюс.